Меня зовут Боб Шиллер, и я рад представить вам гостя нашей очередной оукиновской лекции — Лоуренса Саммерса. Эти лекции, посвященные памяти Артура Оукина, поддерживаются анонимным спонсором. Оукин работал профессором экономики в Йелле, а впоследствии стал председателем Совета экономических консультантов при президенте США. Основал журнал Брукенского совета по экономике вместе с Уильямом Брейнардом. Его работами восхищались как здесь, в Йелле, так и по всему миру. Он оставил значимый след в нашем нынешнем понимании экономической политики. Поэтому мне кажется очень знаковым, что именно Лоурен Саммерс в этом году даст свою лекцию в Оукиновском цикле. Позвольте мне немного рассказать о карьере Ларри. В 16 лет он поступил в Массачусетский технологический университет, где собирался изучать физику. Однако, к счастью для нас, он очень скоро переключил свое внимание на экономику. Докторскую диссертацию он защитил в Гарварде, где затем стал одним из самых молодых профессоров в истории университета. Ему было всего 28 лет. В 1993 году он получил медаль Джона Бейтса-Кларка как лучший экономист в возрасте до 40 лет. Впоследствии Саммерс присоединился к Совету экономических консультантов при президенте США. Работал в качестве заместителя министра финансов по международным вопросам, главным экономистом во Всемирном банке, а затем стал министром финансов США. После ухода с этой должности он занимал пост президента Гарварда. Однако покинул его и сейчас является профессором этого университета. Я думаю, нужно отметить, что в последние годы финансовые кризисы стали всепроникающими. Люди нашей профессии склонны помнить свои высказывания об экономических трендах, которые оказались правительскими, и забывать те, что не имели никакой ценности. Я не исключение, так что, пожалуй, вспомню, как в 2005-2006 годах я говорил, что если посмотреть на последние 20 лет финансовой истории, в этот промежуток времени произошло 7, точнее, 6 крупных потрясений. Обвал фондового рынка в 1987-м, кризис судно-сберегательных ассоциаций и недвижимости 90-го года, коллапс Мексики в 95-м. Кто-то может сказать, что раз мы говорим о США, то Мексике здесь не место. И здесь можно было бы поспорить. Далее идет азиатский кризис 97-го и события 98-го, которые связывают с фондом LTCM и России. Тогда президент Клинтон и министр финансов Рубин назвали этот период самым серьезным финансовым потрясением со времен Второй мировой войны. И, наконец, кризис 2001-го года, вызванный лопнувшим пузырем технологических компаний и проблемами с высокодоходными облигациями, что привело к панике на рынках капитала и в том числе к банкротству Энрон. Можно задать интересный вопрос. Существует ли какая-то взаимосвязь между этими событиями? Если вы разделяете кризисы на текущее и предыдущее поколение, то раньше финансовые кризисы были достаточно редким явлением. Циклы деловой активности инициировались опасениями ФРС по поводу инфляции. Однако сегодня экономические циклы ассоциируются с финансовыми кризисами. И ФРС уже не вызывает спады своим беспокойством об инфляции. Так как эти события взаимосвязаны? Я до конца не знаю. Будучи членом собраний Брукенского совета на протяжении многих лет, я понял, как сложно доказать свою правоту. В особенности Биллу Нортхаусу. Иногда люди показывали ему результаты с статистическим уровнем значимости больше 95%, а Билл объявлял их, цитирую, «дервинистскими», отвергая собранные данные. В других случаях оказывалось, что основанием для выводов становилось всего одно наблюдение. Я же сейчас буду основываться на четырех и предложу гипотезу о том, как нам следует понимать этот паттерн современных кризисов. Поколение Оукина, а затем и Пола Уолкера добилось очень важного результата. Они доказали действенность неинфляционной монетарной политики, неотступное следование которой позволило контролировать инфляционные ожидания в экономике. Когда вам удается победить инфекционную болезнь, на ее место приходит рак, смертность от которого начинает расти по сравнению с прежним уровнем, когда инфекция все еще представляла угрозу. Так же и политика дезинфляции приводит к экономике, где рост определенных секторов продолжается до тех пор, пока не достигается степень беспечности и самонадеянности, характерная для финансовых кризисов. Конечно, если через два года инфляция достигнет 6%, и ФРС посчитает, что необходимо создать искусственную рецессию в экономике, тогда эта теория развалится на части. И возможно, что у этой картины кризисов есть альтернативное и более убедительное объяснение. Но на данный момент я могу только выдвинуть гипотезу о том, что участившиеся случаи финансовых кризисов, а также более тесная связь между такими потрясениями и экономическими спадами, происходят из нашей победы над инфляцией, и последовавшим за ней периодом великого успокоения. Можем ли мы принять эту мысль в качестве объяснения тому, что, по всей видимости, финансовые кризисы вызывают рецессии? Эмпирические факты указывают на то, что финансовые кризисы часто влекут за собой серьезное нарушение реальной экономической активности. Из этого, в свою очередь, следует, что причины финансовых кризисов, а также наша политика реагирования на кризисы, должны занимать более значимое место в наших макроэкономических исследованиях, чем это сложилось исторически. Я также хочу отметить, что этот вывод подкрепляется наблюдением, что дезинфляционная рецессия, к великому сожалению, оказывается в консервационной ловушке, согласно которой невозможно повлиять на разрыв между фактическим и потенциальным уровнем производства в долгосрочной перспективе, если вы не готовы к изменению уровня инфляции. Не составляет труда представить финансовые кризисы и следующие за ними периоды экономического спада как уменьшение совокупного предложения. Поэтому оправданной будет мысль о том, что более эффективное управление финансовыми кризисами или их предотвращение приведет не только к более ровной кривой объемов производства, но и к более высокому среднему уровню производства в долгосрочной перспективе, благодаря отсутствию спадов. А значит, такая стратегия лучше подходит для достижения макроэкономической цели, суть которой состоит в повышении среднего уровня производства. Этого курса долгие годы придерживались Артур Оукен, Джим Тобин и другие ельские экономисты. Вообще, обсуждения финансовых кризисов сегодня больше походят на расследование несчастных случаев. В них вплетается много подозреваемых и еще больше деталей. И часто в отношении каждого кризиса используются свои ключевые слова. В случае с обвалом 87-го года это портфельное страхование. Для Мексики индексированные в долларах облигации Тесабону. В падении технологического индекса NASDAQ винят психологию пузыря. А в недавнем кризисе саппраймовых ипотечных бумаг ошибочное разделение банков-инициаторов кредита и фактических его владельцев. Продолжение следует...